All my dreams are falling fast Он главный кадет страны и самый известный кремлевский курсант Предмет обожания и даже преследования юными поклонницами Актер театра и кино Аристарх Венес Сегодня гость программы «Светская хроника» с Евгением Машко Генеральный партнер программы «Сеть салонов кожи и меха Крисида» Зимняя коллекция «Крисида» Дубленки, мутон, пуховики от 20 тысяч Крисида При покупке норковой шубы Кожаная куртка в подарок Огромный выбор «Крисида» Добрый вечер, с вами «Светская хроника» с Евгением Машко На МТВ, время известных людей в эфире Добрый вечер, Аристарх Здравствуйте Аристарх Венес родился 4 октября 1989 года Учился в специальной английской школе Но из-за напряженного графика съемок После 9 класса мальчика из школы выгнали Тем не менее, ему удалось подтянуться И закончить обучение экстерном Кстати, на съемочной площадке Аристарх оказался не случайно Его туда привел друг, тоже актер Сыграв в 2001 году эпизодическую роль В фильме «Жизнь забавами полна» Он решил, вся дальнейшая жизнь Будет связана только лишь с актерской карьерой Приезда в наш город, сегодня спектакль Я знаю, что гастроли, разъезды Некогда заняться учебой И даже пришлось закончить школу экстерном Это так? Ну да, школу экстерном уже закончила Давно, мне лет уже не 30, а 25 Школу закончила 10 лет назад, 11 Меня выбрали лишь школу после этого класса Почему? Ну, потому как я, во-первых, начнем с того, что я очень проблемный парень Ну, ты проблемный ученик Был и остался? Да, конечно, но я же мальчик Во-первых, это нормально Действительно, что просто бежайся А так я удивительно проблемный гад Вот, но там тема была немножко другая При всей моей распоясности Недисциплинированности Каким-то образом я чудесным образом Угудился даже все вроде сдать Все какие-то экзамены, которые надо было сделать И сдать, я их сдал Но меня выгнали Мне попало 3 или 4 картины На период того, когда я учился в 9 классе Операция «Операция от нации», «Кодекс чести», «Ландыш серебрист» И у меня не было совершенно вообще в этом промежутке учебной школы В чем твоя проблемность и сложность? Ну, во-первых, я эгоцентричный человек Я очень сложный человек сам по своей натуре И если я оставляю себе впечатление такого радужного, приятного молодого человека В принципе, наверное, так оно и есть Просто вы же видите только оболочкой Вы же не знаете, что там, что внутри Ну, очень хочется же узнать, что внутри Что там? Да, для этого надо со мной жить вместе Ну, послушай, не всем Слушайте, ну, срочно, 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 хочется узнать Да, да, слушай, слава богу, слава богу Потому что такой ужас, такой ужас терпеть Мне кажется, ты на себя наговариваешь Я не наговариваю, нет Я просто не юлю, не привираю, как оно есть Все, мне нечего бояться, там, ничего скрывать Нормально, вот, я проблемный человек Очень тяжело Я тяжелый в быту, в быту, понимаете В быту? Конечно Во-первых, начнем с того, что у меня никогда нет дома Вот, и У тебя пока нет семьи У меня нет моей собственной семьи В смысле, там, я не женатый человек Да я об этом не думаю пока Мне 25 лет Вот И для того, чтобы намутить семью Необходимо Не то, что уверенность Уверенность, это понятно Это такие штампы, клише Я не то, что боюсь ответственности Я скорее к ней сверхуважительно отношусь, понимаете Вот Это очень серьезный шаг Тем более, если ты Связываешь там свою жизнь с другим человеком Как итог И правильный итог У вас должны появляться дети Вот У детей должен быть отец И Ты ответственен за тех, кого ты делаешь Аристарх Венис пользуется Огромной любовью и вниманием Женской половины человечества Но поклонницам остается лишь мечтать Потому что у Аристарха есть Любимая девушка Хотя пока создание собственной семьи В ближайших планах актера не значится Живешь ты сейчас с родителями? Или все-таки один? Нет, я живу по-разному Я живу с семьей Своей девушкой Так можно назвать Но по факту Я постоянно меня нет То есть Либо я на съемочной площадке Либо я на гастроли Все хорошо с гастролями С работами Каким проектом сейчас работаешь? Чем занимаешься? Совершенно верно Вы говорите Я хочу сказать, что Вообще для артистов необходимо быть занятым Это самая зависимая На мой взгляд Самая зависимая в виде профессии Поэтому если ты в работе Если ты в движении Если ты в игре Дай бог И старайся эту тему держать И не грешить Грубо говоря То, на чем я Совершенно верно То, на чем я сейчас занимаюсь Мы сейчас готовим Весь канал ТНТ Мы готовим действительно бомбу Бомба Это называется закон Компроме джунглей В принципе В 2015 год Эта картина должна выйти Короче, пацаны Дело такое Берете тачку Перегоняете Разгружаете И ставите обратно на место Вот адрес Вот ключ от склада Алло Еще раз повторяю И где-то там на затвор Как наших мимых мимик Мне не кинут Мой же паспорт На сырой осваив Я выбрал джунгля Мои пути Неисповедимые Веди меня Мой бог внутри Прости меня, пожалуйста Это все? Да Ну тогда я пошла Ты что, даже не врежешь? Заслужил Могу еще по яйцам врезать Воу-воу-воу-воу-воу Эпыт на экспорт Эпыт на окспорт Кому-то вэссайд А кому оксвард Кого-то надо найти Чтоб найти Кого-то после Но этот после Пока что как-то под вопросом Повторяй со мной Пойдем дальше Законы каменной джунглей Пойдем дальше Играть в бой Ты дурак? Повторяй со мной Пойдем дальше За мной Законы каменной джунглей Играть в бой Ну что, мы убить могли? Ну не убили же Это же война, братец Как в джунгли Закон джунглей, знаешь? Или ты, или тебя Законы каменной джунглей Это такая история Про четверых молодых ребят Я за главного героя Играю там Главаря младой банды Которая, собственно Самоорганизовала Коу-рокин-ройщика Бадюгана Стилисика Тарантина Гайричи То есть Такого, в принципе Альтернативы Что-то новый формат Ну, это правильный формат Альтернативы Законы каменной джунглей Нет Вы уже отсняли Мы сейчас заканчиваем Снимать Закон каменной джунглей Параллельно я снимаю В внутряжной картине В режиссеру Владимира Зайкина Называется Крафоманы Такая комедия Тоже авторская Все проходят съемки Каменной джунглей? В Москве В сентябре Закончили снимать Комедию Мальчишник Которая должна быть Весной И, кстати говоря Ее снимали Не только в Москве Но и в Египте В Италии В Египет Снимали Веси с арабами Какая улыбка на лице Видимо Веселая схемка Да не, нормально Нормально Все хорошо В 2005 году Когда ему было Всего 15 лет Венес поступил В школу-студию МХАТ На курс Константина Райкина Однако вынужден Был уйти оттуда По семейным обстоятельствам В 2010 году Студент Всероссийского Государственного Института кино Знаменитого ВГИКа Следующей работой Молодого И многообещающего Актера Съемки в фильмах Ландыш Серебристый И Кодекс чести Несмотря на юный возраст Венес играл наравне С известными Взрослыми актерами И по словам Кинокритиков Сыграл Достаточно неплохо Настоящая слава И любовь поклонников В первую очередь Конечно поклонниц Пришли к Аристарху После съемок В знаменитых Кадетах Аристарх Ты сейчас Очень востребован В кинематографе Гонорары За последние годы Как-то резко выросли Да я бы На самом деле Тема такая Что Больше на самом деле Разговоров о том Что Артисты Там Известные Неизвестные Ну Известные артисты Там получают Большие бабки Все деньги у продюсеров Это нормально Люди вкладывают Свои топки Вот Но Слава Богу Важно быть в игре Жень Понимаете Мне кажется Важно быть в игре Все будет хорошо В любом случае Скажи Это правда Что на съемочную площадку В свое время Ты попал Случайно Как-то Друг тебя туда привел Нет Там Не совсем Так оно было Я в актерской семье У меня Родители Артисты И То что они Там Сейчас Там Мало кому Там известно Вот именно Широк публики Так Это В компании Там Все-таки Знают Вот Но Это были 90-е годы Было тяжелое время И Тогда Артистам Было все тяжело Вот необходимо Было как-то заниматься Благоустройством Моей организацией Своей семьи За своего папу И он Начал заниматься Бизнесом Поэтому Немножко Отошел Отдел Но Тем не менее Родители Превосходные Артисты И Они мне Очень много Все дали Все что я имею Это Божья помощь Моя семья Это Железно В семье Венес Всегда Были Самые Теплые Отношения Между Родителями И Детьми Поэтому Аристарх Старается Свободное Время Проводить С родными Кстати Сестренка Аристарха Тоже Подрастает Будущей Звездой Маша Успела Засветиться В фильмах Кодекс Чести Три И больше Чем Любовь С детства Знал Что Будешь Актер Нет У меня Были Какие-то Варианты Что Я буду Играть В профессиональный Футбол Потому что Я играл Восемь лет Футбол И У меня Способность К иностранным Языкам Но Вот так Как-то Получилось Что А почему Не сложилось Футбол Травмы Ну да Серьезно Ну Скорее Сейчас У меня Серьезнее Чем Было Тогда Но Я просто Часто Поучал По ногам И мама Когда приходила На игры У нас Папа Ну Мама Очень переживала Просто Один момент Не видела Все Нужно Завязывать И потом Я когда Уходил И тренер Говорил Что У меня Был Восьмой номер И тренер Говорил О том Что Иногда Перед Игрой Ну В кулуарах Все же Говорят О том Всех Как бы Своя Кухня У каждого Класс Своя Кухня У Поваров Своя Кухня Они Были такие темы Что Перед игрой Тренер На команду Соперников Говорил Вот Восьмого Номера Мы сразу Вырубаем Бывало Так что Начинается Игра Сразу Берем Третья 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 Минута Я Уже В Отклички В общем Маленький Ребенок Сколько Там Будет 12 11 Ну Не суть Скорее Вот У меня Сейчас Неполадки С коленом Чем Тогда Я Порол Кистообразной Связки Представляете Когда Где На съемку Нет Это Вообще Такая История Короче Мы Играем Футбол Все Таки Играем Футбол Мы Играем Против Фигуристов Абербуха Там Рома Костомар На ровном месте Никто Не втыкался Никто Ничего Не делал На ровном месте Я принимал На скорости Мяч И почувствовал Ромбаные боли У меня Искры из глаз Начинают Судороги Так Начинают Дышать Парив Рот Чтобы Не заорать А У меня Сема Такая Что Это был Конец Сентября А 1 Октября У меня Первый Съемочный День На картине У Зайкина Которая Я вам Сказал Где я работаю Я думаю Блин Я подведу Людей Как же Так Это непрофессионально Что я делаю Это невозможно Это неправильно И я отскочил Потому что Сцены Которые мы снимали Первый Съемочный День Были за рулем Я ездил На машине У меня были Такие гонки Я там Вытворял Нас Наверное Нельзя говорить Иначе Меня закроют У нас Можно Все Я понял И Короче А Джем Можно Нет Нас Кроме Джем Игра Ну Я уйду Вот И тема такая Что Я там Отскочил И Все Мы это Сняли Нормально Потому что Если вы Какие-то Не знаю Игровые Конкретно Сцены Я просто Не дошел Ну то есть Рулить Ты мог Рулить Я мог Да Это не был Дублер Нет Никаких Дублер Никаких Не работал С дублерами Вот И Струли Вот с этим Спектаклем Там На северо Там У меня Пухло колено Стало Синим Я прилетел Начал Типа Мазать Какими-то Мазями Более того Я дважды Еще Два вторника Подряд Я сходил Поиграл Опять Футбол С ребятами Идиот А после Я думаю Надо что-то Сделать МРТ Думаю Что-то Мне по колену Не проходит Надо Сделать МРТ Прихожу Делать МРТ И врач Говорит У вас Разрыв Крестообразных Связок Каким образом Вы скачете Играете Спектакли Последний Высокий Боевой порог И сильный Держали Колену Оперируете Мне говорят Оперировать Но я не хочу Не хочу Не буду Не хочу Честно Помимо мечты И стремления Стать актером Аристарх В школьные годы С успехом Занимался спортом Карате Плавание Штанга Профессионально Играл в футбол В качестве футболиста Венесу пророчили Большое будущее Но Аристарх Выбрал актерскую карьеру Кроме того Профессиональный подход К спортивным занятиям Дал о себе знать травмами Как это обычно бывает Поэтому сейчас Аристарху ничего не остается Как болеть за свою Любимую футбольную команду Локомотив Продолжение программы Смотрите после короткой рекламы Бывших футболистов не бывает Как и бывших киллеров Абандитов, тетка В сети Ювелир-центр Финальная распродажа 2014 года Золото и серебро Со скидкой до 70% Акция действует с 1 ноября По 10 декабря Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok